Здравствуйте, меня зовут Баранцов Антон, я инженер службы информационно-технической поддержки торговой марки Лиссар. В данном видео будет рассмотрен вопрос, что такое DC-inverter, а также особенности чиллеров Лиссар серии Technocool с DC-inverterным компрессором. Прежде всего, стоит отметить, что источники электропитания можно разделить на источники постоянного тока и источники переменного тока. Переменный ток – это тип электропитания, которым мы часто пользуемся в быту. Электроэнергия этого типа вырабатывается на электростанциях. При этом напряжение генератора тока может быть различным – от нескольких кВт до десятков кВт. Для передачи электроэнергии напряжение повышается до нескольких сотен кВт. Эта величина зависит от дальности передачи. Идача осуществляется с помощью линий электропередач. Перед подачей потребителю напряжение снижается с помощью трансформатора до 220 В для бытового использования или до 380 В в случае промышленного предприятия. Источниками постоянного тока мы также пользуемся в быту. Это батарея питания, автомобильные аккумуляторы, аккумуляторы мобильных телефонов. Постоянный ток характеризуется постоянной величиной напряжения. При этом ток протекает в одном направлении. В англоязычных источниках постоянный ток обозначают DC. Это аббревиатура от Direct Current, то есть постоянный ток. Постоянный ток можно представить как перемещение корабля в реке или канале в одном направлении. Напряжение источника переменного тока изменяется во времени, как показано на данном рисунке. Величина напряжения меняется от положительного до отрицательного номинального значения. В рассматриваемом примере от плюс 220 В до минус 220 В. Отрицательная величина напряжения означает, что направление протекания тока изменяется на противоположное. Чередование пиков напряжения с одним знаком происходит с определенной частотой. В России и Европе частота тока, производимого электростанциями, это 50 Гц. В странах Южной и Северной Америки 60 Гц. Частота 50 Гц означает, что за одну секунду происходит 50 полных периодов изменения напряжения. В англоязычных источниках переменный ток обозначают аббревиатурой AC от Alternating Current. Переменный ток. Переменный ток можно представить как вертикальное перемещение корабля на волнах. Перемещение происходит в противоположных направлениях, на равное расстояние и с определенным периодом и частотой колебаний. Наиболее распространенной технологией является инвертор переменного тока, или AC-инвертор. При использовании данной технологии, переменный ток от источника питания сначала преобразуется в постоянный ток, а затем снова преобразуется в переменный ток для питания электродвигателя переменного тока. Плавное изменение частоты вращения ротора двигателя происходит за счет изменения частоты переменного тока на выходе инвертора. В инверторе постоянного тока происходит только одно преобразование. Переменный ток от источника питания преобразуется в постоянный ток для питания электродвигателя потребителя. В этом случае используются электродвигатели постоянного тока. Плавное изменение частоты вращения ротора происходит за счет изменения частоты импульсов постоянного тока, даваемых на обмотке двигателя. Инвертор постоянного тока имеет преимущество по сравнению с инвертором переменного тока. В первую очередь это более высокая энергоэффективность. Энергопотребление в среднем на 15% ниже, чем при использовании инвертора переменного тока за счет отсутствия потерь при повторном преобразовании напряжения. Также повышается и надежность системы за счет меньшего числа электронных компонентов. При этом также сохраняются преимущества инверторной технологии для систем кондиционирования воздуха. А именно это снижение уровня шума и более точное поддержание заданной температуры по сравнению с неинверторными агрегатами. И в конце хотелось бы упомянуть об особенностях инверторных чиллеров Лесар. В модельном ряду Лесар представлены инверторные чиллеры со встроенным гидромодулем холодопроизводительностью 5, 7, 10, 11,2, 12,5 и 14,5 кВт. В данных чиллерах используется озонобезопасный хладагент R410A. В чиллерах установлены ротационные компрессоры. Чиллеры могут работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева. Для управления чиллерами предусмотрена встроенная панель управления. Также опционально может быть заказан настенный пульт управления. Основные компоненты чиллеров. В чиллерах установлены высокоэффективные двухроторные ротационные компрессоры Mitsubishi Electric или GMCC. Компрессоры имеют DC-инверторный двигатель. Также используются вентиляторы с DC-инверторным двигателем. В качестве испарителя используется пластинчатый паянный теплоаминник. Преимущество данного типа теплообменников – это высокий коэффициент теплопередачи и компактность. В качестве дросселирующего устройства в холодильном контуре используется электронный расширительный вентиль. Преимущество электронных расширительных вентилей по сравнению с механическими аналогами – это более точное поддержание температурного режима и быстрое реагирование на изменения тепловой нагрузки. Тем самым электронный расширительный вентиль позволяет оптимизировать энергопотребление агрегата, что в свою очередь позволяет экономить электроэнергию. Более подробно о принципе работы электронных расширительных вентилей вы можете узнать из видео по ссылке в описании. Наличие встроенного насоса, а также основных компонентов контур-хладоносителя, в частности расширительного бака и дифференциального реле давления, прощает монтаж и пусконаладку системы. Новинка 2019 года – это инвекторные модульные чиллеры. В обновленном модельном ряду представлены чиллеры с холодопроизводительностью 27 кВт, 55 кВт и 85 кВт. В данных чиллерах также используется зонобезопасный хладагент R410A. В моделях 27 кВт и 55 кВт используются ротационные компрессоры, в модели 85 кВт используются спиральные компрессоры. Все чиллеры могут работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева и имеют в комплекте проводной пульт управления. Основные компоненты. В чиллерах 27 и 55 кВт установлены двухроторные ротационные компрессоры Mitsubishi Electric. В чиллере 85 кВт используются спиральные компрессоры Hitachi. Все компрессоры имеют DC-инверторный двигатель. Также используются DC-вентиляторы с 12-ступенчатым регулированием скорости вращения. В качестве испарителя используется пластинчатый паянный теплообменник. Конденсатор чиллера представляет самый медный теплообменник с алюминиевым оребрением с гидрофильным покрытием. В качестве дросселирующего устройства в холодильном контуре используется наиболее совершенный тип, а именно электронный расширительный вентиль. Наличие встроенного реле-протока хладоносителя, который является обязательным компонентом для безопасной работы чиллеров, упрощает монтаж и пусконаладку системы. Наряду со всеми преимуществами инверторной технологии, чиллеры нового модельного ряда также сочетают в себе преимущества, давно зарекомендовавшие себя во многих проектах модульной конструкции. Модульные чиллеры могут быть объединены в одну систему управления для работы на одну группу потребителей. Максимальное число чиллеров в группе 16. Управление чиллером по схеме ведущей ведомой подразумевает последовательный пуск чиллеров при увеличении нагрузки и последовательный останов чиллеров при снижении тепловой нагрузки. Такая схема работы позволяет распределить нагрузку между большим числом компрессоров, тем самым продлевая их срок службы. Также снижается общий пусковой ток системы. Также к преимуществам модульных систем относится возможность поэтапного наращивания холодопроизводительности. Такой подход актуален при наличии очередей строительства или ввода в эксплуатацию на объекте. Использование модульной системы позволяет распределить капитальные затраты на систему холодоснабжения. Еще одним преимуществом является сохранение работоспособности модульной системы при проведении сервисных работ. Часть чиллеров отключаются от системы, остальные продолжают работать. Ради проектов ограничением для использования моноблочных чиллеров может стать несущая способность кровли здания. В этом случае решением может стать использование модульной системы чиллеров для равномерного распределения массы в соответствии с допустимой нагрузкой. Также об особенностях модульных систем вы можете узнать в видео по ссылке в описании. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи в работе. Продолжение следует...